Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Геройские миллионы в Одессе избирают меру пресечения Николаевскому взяточнику-рекордсмену. Попытка не пытка, что хотели найти генпрокурор и омбудсмен в следственном изоляторе СБУ. Тротил для Европы, где французский террорист планировал взорвать сотни килограммов украинской взрывчатки. Дело героического взяточника. В эти минуты в Примойском рай суде Одессы избирают меру пресечения первому вице-губернатору Николаевской области. Герою Украины Николаю Романчуку. Его, напомню, задержали в пятницу. Подозревают, что чиновник требовал у бизнесменов 90 тысяч долларов взятки за возможность спокойно разрабатывать известняковый карьер. За ходом заседания следит наш корреспондент Андрей Анастасов. Он с нами на прямой связи. Андрей, здравствуй. Есть ли уже решение суда? Что тебе известно? Да, действительно, решения суда пока еще нет. В Приморском суде как раз сейчас продолжается заседание, на котором избирают меру пресечения Николаю Романчуку. Военная прокуратура просит суд, чтобы чиновника задержали еще как минимум на два месяца под стражей. А вот адвокаты говорят, что Романчук удерживается незаконно и требует, чтобы его незамедлительно выпустили из-под стражи. Позиция адвокатов такая. Дело в том, они говорят, что Романчук был задержан в пятницу вечером в районе 6 часов, в районе 18.00, а не так, как сказано в протоколе, в половине 11.00 вечера. А поэтому уже истек тот период, 72 часа, по которому человека могут удерживать под стражей без соответствующего решения суда. Но в военной прокуратуре говорят, что присутствовали, конечно же, во время задержания Романчука в Николаевской обл. администрации и не согласны с позицией адвокатов чиновника. В том же служебном кабинете, где я тоже находился, потом подошел, 22.30, я особо подошел к вас, представился, попросил представиться к вас, особо, после чего сказал, что вы с этого момента, вы подерживаете в чиновник злочин. Как раз выслушав все эти мнения обеих сторон, судья удалился в совещательную комнату и по-прежнему находится в ней, хотя мне подсказывают коллеги, что как раз вот в эти минуты продолжаю, возобновилось заседание. Я напомню, что Николай Романчук был задержан в пятницу вечером по подозрению в вымогательстве крупной взятки. Чуть позже, уже во время обысков в доме по его месту жительства, следователи обнаружили также большую сумму денег, около 300 тысяч долларов. А кроме того, в тоннелях, которые были специально оборудованы под этими жилищами, было обнаружено золотые слитки, антиквариат, иконы. Сейчас все это в материалах дела, естественно, есть. И вот избирается мера пресечения чиновнику. Кроме того, сегодня днем была уже избрана мера пресечения для другого николаевского чиновника. Это Олег Зайсбург, которого также подозревают в вымогательстве этой взятки. Напомню, он является председателем администрации Еланецкого района Николаевской области. И также, по данным следователем, вымогал взятку за этот самый известняковый карьер, о котором вы говорили. Студия. Спасибо, Андрей. Андрей Анастасов из Одессы, где в эти минуты суд пытается избрать меру пресечения вице-губернатору Николаевской области Романчуку. Ну а пока дело Романчука обрастает новыми подробностями, в руки журналистов попало судебное решение на проведение обысков в здании Николаевской обладминистрации. В тексте несколько фамилий чиновников, которые якобы причастны к этой схеме. Но по факту, следователи обыскали не все кабинеты и задерживать некоторых фигурантов этого дела не стали. Почему? Узнаем о Кирилла Ющишина. Пока в Одессе избирают меру пресечения главному фигуранту коррупционного скандала Николаю Романчуку, в Николаевской обладминистрации созвали брифинг. Главная новость грядет, переаттестация всех сотрудников. Подписал распоряжение о переаттестации всех служащих областной государственной администрации. А это 646 работников. Аттестационные комиссии будут созданы в течение недели, в которые войдут также представители общественности. Вместо задержанного Романчука временно исполнять обязанности первого замглавы ОГА будут сразу двое. Депутат облсовета Михаил Талпа и волонтер АТО Ольга Молярчук. От комментариев они пока воздерживаются. Напомню, в минувшую пятницу в Николаеве на взятки в 90 тысяч долларов взяли четверых чиновников. Замгубернатора Николая Романчука, замглавы Еланинского района Олега Зайсбурга и двое помощников получили деньги за разрешение на разработку известнякового карьера. Но сегодня в деле появился пятый фигурант. В разрешении Приморского райсуда Одессы на обыск здания Николаевской АГА, которое появилось в сети, указан и замглавы облсовета Михаил Соколов. Исходя из текста решения судей, Соколов также участвовал в передаче первой части взятки еще 30 мая. Но во время облавы следователи его не задержали. Сегодня в СБУ прокомментировали ситуацию. Заступник головы облсовета Соколов в данный час до него не застосовывались запобежные заходы. Он не подозренный по указанному криминальному проведению. Поэтому комментировать его участь, может быть, будет недоречен. Впрочем, после ответа руководства СБУ вопросов меньше не стало. Почему чиновника, который причастен к коррупционной схеме, и это написано в решении суда, не задержали? И почему Соколов вне подозрения? Ответов пока нет. Сам Соколов сегодня на работу не явился. И где он находится, никому неизвестно. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Альпийская прачечная для украинских коррупционеров. По данным местной уголовной полиции, прошлый год в Австрии рекордный по количеству заявлений о подозрении в отмывании грязных денег для украинцев. Кто стирает свои миллионы в Европе и чем могут аукнуться эти схемы в масштабе всей страны, разбирался Геннадий Вивденко. Он сейчас в Вене. В небольшой Альпийской республике с низкими почти офшорными налогами настоящий бум расследований по отмыванию украинских денег. Данные федеральных уголовных следователей опубликовала авторитетная немецкая Deutsche Welle. По информации агентства, австрийские банки сообщили местным силовикам почти о 200 лицах с украинским паспортом, транзакции которых здесь считаются подозрительными. Данные за прошлый год. В сравнении с предыдущим 2014 рост подозреваемых в 4 раза. В целом это почти 2000 сомнительных операций. Ведутся уже 14 уголовных дел против граждан Украины. Предыдущий громкий скандал здесь был в декабре прошлого года. Местные парламентские оппозиционеры желали даже вызвать на ковер украинского посла для разъяснений. В отмывании денег подозревались некоторые депутаты Верховной Рады и ряд украинских чиновников. В общем все закончилось ничем. Но свежие данные звучат на фоне уже ультимативных требований МВФ Берлина, Брюсселя и Вашингтона. Украине надо бороться с коррупцией. На кону новый кредит фонда. Пока европейской прессе, которая ведет свое расследование, не сообщили о каких суммах идет речь сейчас. И кого конкретно из украинских граждан подозревают австрийские власти. Геннадий Вивденко, Владимир Самченко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Суд возобновил уголовное дело против Арсения Яценюка. Речь идет о взятке в 3 миллиона долларов, которую экс-премьер якобы получил от Владимира Ищука за назначение его гендиректором концерна РРТ. Ищука трижды увольняли, в том числе и из-за подозрений в коррупции. Последний раз его на должность вернул Яценюк. Возобновление этого дела добился нардеп Сергей Каплин. По его словам, суд обязал ГПУ допросить и лично Яценюка, и всех остальных фигурантов этого дела. Кроме этой дела, соответственно, к нашим звонкам с Миколой Гордієнко, руководителем Держфининспекции, в прокуратуре есть еще 2076 проведений на Яценюка и его окружение. И по каждой справе я планую подать позовы, чтобы такие справы в раз закрития были восстановлены. И прокуратура, в начале с новым прокурором, довела до логичного завершения все эти необходимые шаги, чтобы Яценюк все заграли. Это справа, которая касается зловживания и порушений чинного законодательства в вопросах, связанных с распределением бюджетных денег. Попытка не пытка. В следственный изолятор СБУ с неожиданной проверкой нагрянули генпрокурор Юрий Луценко и омбудсмен Валерия Лутковская. Что пытались найти и связан ли этот внезапный визит чиновников с заявлениями комиссии ООН о пытках, знает Ольга Рыцарь. В изоляторе СБУ содержат подозреваемых в особо тяжких преступлениях. Здесь более года находились российские ГРУшники Ерофеев и Александров. Сейчас тут 14 человек, подозреваемых в терроризме и сепаратизме. И этот изолятор на днях стал объектом резкой критики со стороны помощника Генсека ООН по правам человека. В интервью изданию The Times Иван Шиманович заявил, что служба безопасности Украины пытает пророссийских боевиков. В СБУ все опровергают, а новый генпрокурор Юрий Луценко вместе с омбудсменом Валерией Лутковской сегодня утром нагрянули с неплановой проверкой. Камеры следственного изолятора журналистам заходить запретили. Показывают сначала приемную. У Юрия Луценко, который и здесь побывал во времена Януковича, свои воспоминания. Идем дальше. На четвертом этаже инспекцию встречает громкая музыка. Но позже объясняют. Музыка нужна для того, чтобы подозреваемые во время прогулки не могли переговариваться. Пока задержанные гуляют, начальник СИЗО показывает камеру. Здесь и горячая вода, и трехразовое питание. Пыток амбудсмен не увидела. Услышала только жалобы по поводу быта. Были заявки, которые касаются вопроса медицинского обеспечения. Были свои различные скарги, которые касаются достаточно одновременности. В моей части, в части встречи с адвокатом, встречи с родителями, прогулок, наявности медической помощи, как такое, в принципе, зауважений нет. Сам глава СБУ заявил, этот изолятор, в котором содержат подозреваемых в терроризме и сепаратизме, планировали подорвать российские ГРУшники. У нас выдокументована разговора того, кто проводил разведку этого следственного изолятора. И там так и говорится. Там сидят, говорят, сепары, сидят там, еще кто сидит. Говорят, не страшно. Завантаживаем машину в обуховку и подорвем и так и иначе. Мы сняли гриф тайменности из этих переговоров, для того, чтобы люди зрозумели, чем занимаются грушники российские, как они не только дестабилизуют ситуацию в Украине, но и планируют террористические акты. Гриф секретности сняли, но сами переговоры еще не обнародовали. Тем временем, генпрокурор собирается улучшить условия содержания подозреваемых не только в изоляторе СБУ, но и во всех СИЗО Украины. И принял решение сменить главу департамента ГПУ по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. В ближайшее время эту должность займет правозащитник Вячеслав Свирец. Я просканувал его в фейсбук, видел, что его постоянно требуют проблемы медической допомоги, проблемы побудов, проблемы законодательства. Я потребую такой людины. И первое завдание, которое мы ему поставим, это выведение системы медической допомоги в тюрьмах, в СИЗО, в таборах, под департаментом выполнения покорания. Сам генпрокурор признает, изолятор СБУ это небо и земля по сравнению с другими СИЗО и анонсирует дальнейшие внезапные проверки. Ольга Рыцарь, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. И еще новости из ГПУ. Отныне каждый из нас может написать жалобу в ведомство и отправить на специально созданный для этого электронный адрес. На сайте ГПУ просят сообщать о фактах коррупции среди своих сотрудников и присылать фото, видео, либо другие материалы с подтверждениями. Там есть рынок. Свято место бывает и пусто. На сайте Верховной Рады до сих пор не появились кандидатуры на должности членов Центра избиркома. И напомню, что еще в минувшую пятницу президент Порошенко на своей пресс-конференции заявил, что уже внес в парламент письмо с именами. И теперь их должны рассмотреть народные депутаты. Напомню, что у 12 из 15 членов ЦИК еще летом прошлого года истек срок полномочий, однако они до сих пор продолжают работать. Тем временем в регионах уже вовсю идет подготовка к промежуточным выборам в Верховную Раду. Так, в городе, который отныне называется Днепр, на довыборах лидер партии Груматька Сыла Загид Краснов будет бороться с представительницей Укропа Оксаной Тамчук, которая также, к слову, представляла в суде интересы Геннадия Корбана. На минувших выборах мэра Краснов был в тройке лидеров. Он набрал тогда более 40 тысяч голосов. Теперь он официально зарегистрирован как кандидат в народные депутаты. Я напомню, что промежуточные выборы в регионах пройдут 17 июля. 17 июля у горожан, у наших, есть выбор. Депутат у них будет или от власти, который будет бездумным к навкодавцам, который войдет в коалицию большинства, или будет у них свой независимый депутат, который будет работать на народ. Я буду драться с партиями, которые принимают плохие решения и поддерживать любое решение любой партии, направленной на благо людей. Ну а пока оппоненты Красновой из партии Укроп активно ведут предвыборную кампанию в Днепре, владельцы полицейлы противостоят Украине в суде. Группа «Приват», которую связывают с партиями Укроп и Ведроджиня, хочет отсудить у украинцев почти 5 миллиардов долларов. «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники пишет о том, что три кипрские офшорные компании, акционеры Укрнафты, заявили о нарушении своих прав и подали иск против Украины, требуя выплатить 4 миллиарда 600 миллионов долларов из бюджета. Исходя из документов, совладельцы офшоров Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Попыткой госпереворота назвалась сегодня официальная Астана вчерашние события в западно-казахстанском городе Ак-Табе. О булочной стрельбе средь бела дня и о ее политических последствиях расскажет Данил Русаков. По разным данным, до 30 человек нападавших, как минимум 17 из них убиты, еще 11 ранены. Таковы предварительные итоги вчерашних событий в Ак-Табе. Доселе неизвестная так называемая армия освобождения Казахстана заявила о себе громко. Свою, люди с автобуса выбегают. Ушли от окна. Они автобус захватили. Автобус захватили. Я живу недалеко от магазина Пантера. Когда я ехал на машине, возле дороги стоял автобус. И я увидел, что из автобуса выбегают люди в мою сторону. Полиция начала стрельбу по магазину Пантера. Кроме ограбления оружейного магазина, нападавшие попытались установить контроль над воинской частью Вак-Табе. В ответ на это власти стянули в город подразделения МВД. Весь день на улицах были слышны выстрелы. Официальная Астана молчала почти сутки. И только сегодня с утра появились первые сообщения. Нацкомитет безопасности объявил желтый уровень террористической угрозы. Он будет действовать в ближайшие 40 дней. Силовики тем временем отчитались. По их словам, им удалось предотвратить попытку госпереворота. Уже успели арестовать бывшего заместителя генпрокурора Ильяса Бахтибаева, а также командующих двух военных подразделений МВД. Главным организатором назвали ранее арестованного предпринимателя Тахара Тулешова. Под стражей он с конца января и обвиняется в торговле наркотиками. В мае по Казахстану прокатились акции протеста. Граждане выступали против передачи земель в собственность китайцам. На стихийные митинги власти отреагировали массовыми арестами. Почти 30 человек отправили в СИЗО. Связаны ли те выступления с попыткой захватов в Актабе? Официально на этот вопрос ни силовики, ни политики из Астаны отвечать не спешат. Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер. И теперь об АТО на Донбассе. Самой напряженной точкой на Донецком направлении остаются Авдеевка и окрестности. Там боевики обстреливают наши позиции не только из минометов и гранатометов. В ход пускают даже танки и самоходки. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Сейчас мы находимся на дачном поселке за Авдеевкой. Вот в прямой видимости шахта Бутовка. И с раннего утра здесь идут активные боевые действия. Прилетают минометные мины, гранаты из станкового гранатомета. Ну и периодически работают пулеметы и другое стрелковое оружие. Бьют по армейским позициям из оккупированного Спартака и Донецкого аэропорта. Началось с 6 утра, сейчас 10.40. И вот сейчас перезарядятся. Дальше будут. Доброе утро. Вот так боевики соблюдают минские договоренности. Более того, последнюю неделю они бьют минами усиленной мощности. В вечере, в ночи, работают 120 минометов. Они еще приматывают, дополнительные запалы, приматывают, чтобы еще больше разрывов и разлеты снять осколки. Потому что, когда 120-й ранее лягали, например, побутов все, то мы слышали, что это реально 120-й падает. А сейчас, как они падают, то на багажник. Ну, в вечер, с тебя пішла. А вот это уже другие позиции поближе к Авгеевской промзоне. А вот это уже окрестности поселка Пришип, недалеко от Славянска. Тут местные жители установили памятный мемориал в честь пятерых погибших украинских летчиков армейского Ан-30, сбитого ровно два года назад. Тогда пилоты, вместо того, чтобы спасаться самим, отводили пылающую машину подальше от жилья. Я видела, как лежал мальчик один, и у него на правой руке было обручальное кольцо. Ну, к нему не подали, и к ним не подойти. Такой был охотник сильный. Они знали, ребята, что они шли на смерть. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Сули, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И с нами снова на связи мой коллега Андрей Анастасов. Он находится в Одессе и следит за судебным заседанием, где избирают меры пресечения вице-губернатора Николаевской области Николаю Романчуку. Я напомню, что его обвиняют в получении взятки почти в 100 тысяч долларов. Андрей, здравствуй еще раз. Так где сегодня будет ночевать герой Украины Романчук? Ну, честно говоря, пока еще неизвестно, потому что вот только что появилась свежая информация. Судья Юрий Кушниренко вернулся после перерыва и не удовлетворил ходатайство адвокатов Николая Романчука. Напомню, они просили, чтобы Николаем Романчука незамедлительно освободили из-под стражи, аргументируя свое мнение тем, что уистек срок в 72 часа, в течение которого могут человека держать под стражей без соответствующего решения суда. Так вот, судья, как мнение, не прислушался, но следующий ход адвокатов был следующим. Они объявили отвод судье. И теперь, получается, в данный момент регистрируются все документы необходимые для этого. Затем автоматическая система будет выберет судью, который рассмотрит, в свою очередь, вопрос об отводе другого судьи. И только тогда будет известно, чем закончится все это. Но я хочу обратить внимание на то, что сегодня, в половине 11-го, заканчивается срок, по которому может находиться Николай Романчук под стражей. Студия. Спасибо, Андрей. Андрей Анастасов с последними судебными новостями из Одессы. Вернуть деньги беглого Януковича и его семьи в Украину поможет международная антикоррупционная сеть Transparency International. Сегодня об этом президент Порошенко договорился с председателем компании, всемирным борцом с коррупцией Хосе Угасом. На встрече они обсудили также вопросы реформирования ГПУ, работу НАБУ и подтвердили свое намерение всесторонне развивать это сотрудничество в дальнейшем. Самого же беглого Януковича Россия отказалась арестовывать и выдавать Украине. Об этом заявил официальный представитель российской генпрокуратуры Александр Куриной. Он подчеркнул, что запрос из Киева поступил еще в феврале прошлого года, однако ходатайство оставили без рассмотрения, поскольку в Москве считают, что уголовное преследование Виктора Януковича на родине политически мотивировано. Волонтерство под прикрытием. Иностранец пытался вывести из зоны АТО в Европу целый арсенал оружия. Автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы, патроны, детонаторы и более 100 килограммов тротила. Французский подданный планировал задействовать во время Еврочемпионата по футболу 2016. Его мишени, по информации СБУ, это мусульманская мечеть, синагога, админздания и пункты наблюдения за автобанами во Франции. Задержали злоумышленника при пересечении украинской границы. Сейчас он арестован. Ему предъявили подозрения по трём статьям. Это контрабанда, терроризм и незаконное обращение с оружием. Француз негативно выслужился про деятельность своего уряда относительно массовой эмиграции иноземцев до Франции, расширения мусульманства и глобализации света. Планировалось провести 15 террористических актов. 125 килограмм тротила и 20 РПГ-зарядов. Вы понимаете, какие руйнувания и какие людские жертвы могли принести напередуне проведение Евро-2016. Факт задержания гражданина Франции на территории Украины официально подтвердили в Париже. Представитель французского МИДа Ромен Надаль сообщил, что по этому вопросу он находится на связи с украинскими властями, но от других комментариев он пока воздержался. Халатность, случайность или ошибка? А еще в конце ноября, через две недели после парижских терактов, которые унесли жизни 130 человек, рядовой бельгийский правоохранитель положил на стол начальства рапорт о том, где может скрываться единственный выживший организатор этих терактов Салах Абдеслам. Но эта бумага в Брюссель так и не попала. Почему? Узнаем от Софии Гордиенко. О том, что в доме номер 79 по улице Четырех Ветров в Моленбеке живет сильно радикализированный молодой человек, и он же, кузен Салаха Абдеслама, полицейский инспектор из городка Малин сообщил начальству, буквально спустя пару недель после ноябрьских терактов в Париже. Имя Абдеслама тогда было у всех на слуху. Его фото не сходило с экранов телевизоров и газет. Преступника искали и во Франции, и в Бельгии, и в Германии. Арестовали лишь спустя три месяца по тому самому адресу, который полицейский арабского происхождения указал в своем рапорте. Почему-то свидетельство правоохранителя, который имел собственных информаторов, похоронили в кипе бумаг с пометкой «Ненадежно». Эта история стала достоянием общественности уже после брюссельских терактов в марте и наделала немало шума. Служебное расследование начато. Руководитель полицейского отделения Ив Бойерц говорит об ошибке, но не называет имен провинившихся. Журналисты подозревают, он и сам не поверил подчиненному марокканцу, просто отмахнувшись от него. Тем более, что с тех пор, как Бойерц стал начальником, из штата уволилось несколько сотрудников арабов. Некоторые ушли со скандалами. Это подтверждают профсоюзы. Сейчас инспектор опасается не только за карьеру, но и за свою жизнь. Ему уже поступают угрозы от сторонников-джихадистов. И еще, как утверждает полицейский, начальник начал настоящую травлю. Амит А, имя в целях средствия скрыто, уже нанял адвоката, чтобы подать на руководство в суд. За халатность и дискриминацию. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Брюссель, Бельгия. Чикаго возвращается во времена Аль-Капоне и мафиозных разборок. В третьем, по величине города США, резко возросло количество уличных инцидентов со стрельбой. За последние недели счет жертв идет на десятки. Как городские власти будут бороться с разгулом преступности, расскажет наш Сапкор в США Тихон Дзитко. Жители Чикаго бьют тревогу. В городе становится опаснее с каждым днем. И это не просто слова, это подтверждает статистика. По сравнению с прошлым годом, число нападений, с применением огнестрельного оружия и количество убийств выросли почти вдвое. Причем большинство происходят без видимых причин. Неизвестные открывают огонь по людям, сидящим в припаркованных машинах. Полиция связывает стрельбу с местными преступными группировками, которые враждуют между собой. Чикаго третий по величине город в США, но смертность в результате убийств там выше, чем в более крупных Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Последние выходные мая в США отмечали день поминовения, неофициальное начало сезона летних отпусков. А для Чикаго это старт нового всплеска насилия. Так и в этот раз газета New York Times введет точную и пугающую статистику. За выходные 64 человека получили огнестрельные ранения, шестеро убиты. В следующие выходные ситуация повторилась. Полиция усиловала свое присутствие на улицах, но и это не помогает. Более того, и к полиции в городе доверия нет. Тем более, что на днях в интернете было опубликовано видео более сотни эпизодов злоупотребления полицейскими полномочиями и силой. Как выйти из этого замкнутого круга, пока не знает никто. А жители города живут в страхе стать случайной жертвой уличного насилия. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Родственников не выбирают. Девера Хилари Клинтон задержали за вождение в нетрезвом виде. Роджер Клинтон отказался пройти алкотест. Его взяли под стражу и назначили залог в 15 тысяч долларов. Это произошло в Калифорнии накануне важнейших праймерис. От результатов которых, собственно, и зависит, станет ли Хилари кандидатом в президенты США. Роджер – младший сводный брат бывшего американского лидера Билла Клинтона. Актер, музыкант. За решеткой он не впервые. В 1985-м его приговорили к двум годам тюрьмы за распространение хокаина. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Накануне сможет ли столица отстоять безопасность участников «Киев Прайд» на фоне обещаний кровавой каши от радикалов? В президентской шкуре как за 9 тысяч долларов в сутки почувствовать себя Бараком Обамой? Трое украинцев погибли в результате аварии в Польше. Еще четверо травмированы, сейчас они находятся в больнице. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Все они жители Ривненской области, направлялись в Варшаву. Авария произошла около Люблина, накануне поздно вечером. По информации местной полиции, водитель потерял контроль над управлением. Автомобиль врезался в отбойник, а затем перевернулся. Машина, которая двигалась сзади, не успела затормозить и протаранила перевернутое авто. Среди погибших девочка-подросток. На данный час нашим генконсульством вживаются заходы с метою идентификации, подтверждения громадянства Украины пострадалых осіб. Свежие схемы контрабанды в Закарпатской области. Там снова задержали крупную партию сигарет, причем не на границе, как обычно. Какие новые пути доставки контрабанды озвучивает закарпатский губернатор Геннадий Москаль. Узнаем от Марина Коваль. На въезде в Закарпатье со стороны Львовской области грузовик с сигаретами задержали сотрудники СБУ. Причем остановили его уже после того, как груз прошел проверку на временном таможенном посту Нижние Ворота. Его, кстати, установили две недели назад по распоряжению губернатора. В машине обнаружили более 1200 коробок, в каждой примерно 50 блоков сигарет. Они были спрятаны в теплоизоляционный материал. Откуда контрабанда водитель ответить не смог. По документам он вез минеральную вату из Киева в Словакию. Товар оформили якобы сотрудники Киевской таможни на Васильковском таможенном посту. Ни фирмы-отправителя, ни получателя в природе не существует. Тогда кто и каким образом мог поделать документы? Геннадий Маскаль подозревает, заработала новая схема контрабанды. Во всяком случае, об этом он написал на своем сайте. А используется для этого, как предполагает губернатор, транзитный сервер фискальной службы. Вантаж заметен, это все законно. Там, где есть, умовно говоря, контрабанда или что-то другое. Но в случае какого-то надзвичайного события, например, затримания еще в межах Украины, или затримания на кордоне, или аварии, где это все сочетается, эти данные все оперативно выделяются. Вот только на таможне ни о каком сервере не знают, хотя служебные расследования начали. Что же касается контрабанды сигарет, то их приблизительная стоимость 6 миллионов гривен. И если бы партия все же попала в Европу, то там ее смогли бы продать в три раза дороже. После всех проверок грузовик с незаконным товаром отправили обратно в Киев. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Ну а в Одессе подделывали лекарственные препараты, которые используются в косметологии. Ушлых фармацевтов задержали сотрудники СБУ. Производство наладили в обычной съемной квартире. Сырье получали из стран Восточной Азии. Упаковку, инструкции печатали в местной типографии. Суррогат под маркой известного бренда злоумышленники поставляли в косметологические салоны по всей Украине. По предварительным подсчетам ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял 10 тысяч долларов. Во время обыска правоохранители изъяли уже готовые поддельные препараты, сырье и оборудование для производства на полмиллиона гривен. Премьер анонсировал появление в Украине новой системы здравоохранения. Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке. Вскоре Кабмин вместе с депутатами презентует соответствующие изменения в этой отрасли. Также Гройсман поблагодарил парламентариев за принятие закона о лекарствах. Этот шаг премьер назвал революционным, поскольку, как ожидается, после этого медпрепараты станут дешевле, а качество лекарств улучшится. Трагедия в Василькове. Накануне пьяный водитель на одной из центральных улиц этого города насмерть сбил двух третиклассниц. Кто был за рулем и какое наказание ждет виновника этой трагедии, узнавал Егор Логинов. Трагедия произошла в субботу вечером на улице Владимирской. По словам свидетелей, ВАЗ мчался на скорости более 100 км в час. Водитель не справился с управлением. Машина вылетела на обочину, где в тот момент находились дети. Автомобиль протаранил металлический столб, а еще через 5 метров бордюр. И наехал на двух девочек, которые стояли возле калитки. Одна из них погибла на месте, вторая по пути в реанимацию. Свидетели трагедии с ужасом вспоминают подробности происшествия. Он выбил бетонные ограждения от дороги, выбил бейкборд. И на такой сумасшедшей скорости вылетел на тротуаре этих девочек, буквально догнал под забором. Там ужас, что было. От самосуда водителя 25-летнего местного жителя, он, кстати, был сильно пьян, спасли прибывшие на место трагедии полицейские. Мужчину, имя его до сих пор не разглашают, задержали. И вот сегодня вечером суд избрал меру пресечения. Два месяца под стражей. Санкции данной статьи предбачают покарание в выгляде подзбавления воли на строк от 7 до 12 лет. За подзбавлением права керувати транспортными засобами на строк до 3 лет. Девочек похоронили сегодня. Одной из них было 12 лет, другой 10. Игорь Логинов, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер из Киевской области. И еще одно резонансное убийство в Киевской области. В селе Жерновка, недалеко от столицы, мужчина убил свою жену и ее родителей пенсионеров. Подозреваемого задержали на месте преступления. Об этом сообщают в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Им оказался 30-летний уроженец Луганской области. Что стало причиной жестокой расправы, следствие сейчас выясняет. При осмотре места трагедии было найдено оружие и патроны в большом количестве. Открыто уголовное производство по двум статьям. Незаконное обращение с оружием и намеренное убийство двух и более лиц. И сегодня в сети появилась информация, что подозреваемый в тройном убийстве – это боец правого сектора с позывным арес. Он якобы долгое время воевал в составе добровольческого батальона этой организации на востоке Украины. Был снайпером, затем возглавил тренировочный центр разведки правого сектора и учил новобранцев о замразведке и снайперской стрельбе. Так ли это? Мы попросили прокомментировать пресс-секретаря организации Артема Скоропадского. И вот что он нам ответил. Действительно, такой боец был у нас какое-то короткое время в киевском батальоне в 13-м. Но он был на фронте, но воевал он не в правом секторе. Но потом, когда он вернулся, то он действительно пришел в ПС и был водителем. И полгода назад его выгнали из правого сектора за его не совсем адекватное произведение. Безопасность человека, развитие страны. Под таким лозунгом в столице стартует уже пятый международный ЛГБТ-форум «Киевпрайд». Состоится ли в этом году финальный марш равенства и как в нацполиции собираются защищать его участников? Узнавала Ольга Рыц, Теребицкая. Право на безопасность каждой и каждого. Эта тема станет главной в этом году на ЛГБТ-форуме «Киевпрайд». Начиная с завтрашнего дня и до конца недели в столице пройдут около 15 мероприятий. Круглые столы, дискуссии, кинопоказы. Финальной точкой форума станет мирный марш за права ЛГБТ 12 июня. Организаторы рассказывают, что в этом году впервые публично поддержало большое количество активистов, волонтеров и общественных организаций. Организаторы уже пів року, как готовят этот заход и общаются с городской владой и полицией. Мы, по сравнению с прошлым годом, очень довольны от коммуникации, процесса переговоров и тем, до чего мы дійшли. Я считаю, что если мы взяли курс войти в цивилизованные страны, если мы стояли за то, чтобы у всех были равные права, то необходимо от этого дотриматься абсолютно для всех, а не только для тех, кто является удобным. Но есть и те, кому подобные мероприятия в столице не по душе. На сайте городадминистрации появилась петиция с требованием отменить марш. Ее уже подписали свыше 10 тысяч человек, что необходимо для рассмотрения местными властями. Вот как сами ЛГБТ-активисты комментируют это обращение. Ее текст, он очень манипулятивный, он очень эмоциональный, и там связываются иногда такие логично неповязывательные вещи. И я считаю, что поэтому эта заявка набрала большую количество подписчиков. Мы говорили с представителями КМДА, и мы не имеем сейчас информации, что они что-то имеют против проведения марш ревности. А вот в марте во Львове местные власти через суд запретили фестивалю равенства проводить мирный марш, мотивируя это заботой об общественном порядке, чтобы избежать столкновений. Но не избежали. К отелю, где проходила пресс-конференция ЛГБТ-сообщества, подтянулись несколько сотен людей в балаклавах. Закончилось все взрывпакетами, камнями и погоней. Никто не пострадал, но пострадала репутация Украины. В ЕС и США и разгоном, и запретом марша были возмущены. В этот раз о намерении сорвать киевский марш на своей странице в Фейсбуке уже заявили активисты движения ОУН. Их инициативу поддержал и правый сектор, тоже в Фейсбуке. Пресс-секретарь организации Артем Скоропадский написал, 12 июня в столице будет, цитирую, кровавая каша. Но в нацполиции уверяют, готовы ко всему. О том, где и в котором часу пройдет марш, будет известно в среду. А в четверг в нацполиции обещают провести пресс-конференцию и подробно рассказать о своем плане действий 12 июня. Ольга Деребинска, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Пока радикалы собираются воевать с ЛГБТ-сообществом в тылу, на Мариупольском направлении не утихают вражеские обстрелы из тяжелой артиллерии. Боевики активно применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями. Станислав Кухарчук о том, кого обстреливают боевики. От Николаевки до передовой 3 километра. Почти год люди здесь жили практически мирной жизнью. Но она закончилась в это воскресенье. Боевики накрыли село из 122-миллиметровых орудий. Килорам счастья. Во дворе Леонида огромная воронка. Осколками выбиты окна, посечены стены и шифер. На соседней улице и вовсе взрывом стесло крышу дома. Здесь живут двое пенсионеров. Их спасло только то, что вражеский снаряд попал в железную рейку перекрытия. Иначе старенький дом не выдержал бы. Мне жить некуда и идти некуда мне. Нам идти некуда. У нас родственников нету. Мы сами остались. Во дворе Елены снаряд боевиков разъез угол летней кухни, но не разорвался. Женщина говорит, вражеский обстрел был похож на настоящий ад. Вместе с семьей она провела ночь в погребе. Смотрите, прилет был у нас туда и вот сюда. Тут же падало через каждые 10 минут. Все боялись. Им звоню, соседям тут сваты напротив живут. Звоню, что там у нас все. Никто не выходил, нигде утром уже все это дело обнаружили. За два часа боевики выпустили по селу по меньшей мере 9 снарядов из САУ. Одновременно наемники обстреляли и позиции наших военных за селом. И 120-миллиметровых минометов. Бойцы уверены, по Николаевке били целенаправленно. Я не могу понять, чего тут мирным жителям они помешали. Как Захарченко каже, я буваю, я дивлюсь, оплот два их. И что, он любит весь Донецкий люд. Вот я вижу, как он любит весь Донецкий люд. В штабе оперативно-тактической группировки «Мариуполь» говорят, обстрел Николаевки ввелся с целью провокации. Боевики одновременно вели огонь из оккупированных до Кучаевска и с тылы. С прошлого четверга это уже пятый целенаправленный обстрел боевиками жилых массивов. Под огнем вражеской артиллерии спальные кварталы Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого и Старогнатовки. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Кендротенко. Подробности телеканал Интер. И как только что стало известно, президент Петр Порошенко пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Аландом. Говорили о санкциях в отношении России. Они должны сохраняться до полной реализации минских соглашений. Собеседники согласились, что безопасность и восстановление Украины контроля над восточной границей это вопросы первостепенной важности. Атлантическая решительность. В акваторию Черного моря вошел американский эсминец Портер, оснащенный системой противоракетной обороны ИДЖИС и крылатыми ракетами Томагавк. В ВМС США уточняют, что корабль проводит текущие операции в рамках планового похода. Эсминец должен посетить порты черноморских сотрудников по НАТО, в частности Одессу, и провести двухсторонние учения с кораблями стран-партнеров. Атлантическая решительность это операция, которая должна продемонстрировать поддержку союзников США по НАТО в Балтике и Черном море в свете украинского кризиса. Депутатам Бундестага турецкого происхождения угрожают расправы за голосование в парламенте. Какой документ они поддержали и кому это не понравилось? Татьяна Лагунова подробнее из Берлина. Голосование, из-за которого депутаты Бундестага турецкого происхождения получают угрозы, состоялось в прошлый четверг. Немецкий парламент практически единогласно признал массовое убийство армян в Османской империи в начале 20 века геноцидом. Власти Турции сразу же назвали эту резолюцию исторической ошибкой и отозвали из Германии посла. А в адрес депутатов с турецкими корнями посыпались угрозы и оскорбления. Об этом журналистам рассказал один из парламентариев, член партии «Зеленый» Аскан Мутлу. По словам депутата, все началось после одной публикации в социальных сетях. Мэр Анкары разместил в своем твиттере коллажи с фотографией 11 депутатов Бундестага турецкого происхождения, которые проголосовали за резолюцию и подписал фото одним словом «предатели». Этот коллаж перепостили тысячи турецких пользователей твиттера с призывами расправиться над парламентариями. Угрозы в адрес Мутлу и его коллег начали приходить и по электронной почте. Больше других достается одному из лидеров партии «Зеленая» и соавтору резолюции, которая так не нравится Анкаре, Джему Оздемиру. Немецкие силовики уже сообщили, что готовы выделить политику и другим депутатам турецкого происхождения – охрану. Они опасаются, что найдутся фанатики, которые от угроз в интернете перейдут к реальным действиям. Масло в огонь подливают и турецкие политики, причем самого высокого уровня. Президент страны Раджеп Таип Эрдоган назвал депутатов турецкого происхождения, проголосовавших за резолюцию, длинной рукой запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. И сказал, что неплохо бы взять у них кровь на анализ. Видимо, чтобы проверить, действительно ли она турецкая. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Великобритании свои неожиданности. Сегодня стало известно, сколько британцев поддерживают выход из ЕС. Как отреагировали на это сообщение политики и главный фунт стерлингов? Наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко расскажет подробнее. Утром понедельника все изменилось. Британцы проснулись в стране, которая больше не хочет оставаться в Евросоюзе. Нет, референдум еще впереди, но сразу несколько соцопросов показали очень интересные результаты. С ног на голову. Если раньше с небольшим отрывом лидировали те, кто хочет остаться, новые цифры таковы. 48% хотят выхода из ЕС. 43%, чтобы ничего не менялось. Другие организации насчитали 44 против 43, но все равно перевес теперь на стороне евроскептиков. При этом не определились от 9 до 11%. Их сердца и голоса завоевывают как могут. Сложите вместе шок, нестабильность и проблемы с торговлей и получите бомбу для нашей экономики. И самое худшее это заложили мы ее сами. Видно же, что по всем демократическим правилам они проигрывают, а говорят, давайте пожертвуем демократии ради экономики. Это совершенно неправильно с точки зрения морали. На фоне обнародованной статистики резко рухнул фунт стерлингов. Досели стабильная валюта и так медленно, но уверенно снижалась, а теперь достигла минимума. По отношению к доллару фунт упал на 0,8%, евро на 0,5%. Не трогай меня, не трогай. Убери чертову камеру, убери ее. Не подходи. Нестабильно не только на финансовых рынках, но и на улицах королевства. На выходных в Бристоле поддрались ультраправые и антинацисты. Первые выступали против засилия мигрантов, вторые вышли отстаивать права и свободы человека. И это тоже вопросы, которые сыграют не последнюю роль в будущем референдуме. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В президентской шкуре. Как за 9 тысяч долларов в сутки почувствовать себя Бараком Обамой? Об этом не только в нашем обзоре. Неожиданная атака. Министры экономики Франции забросали яйцами и овощами из-за трудовой реформы. Эммануэль Макрон приехал в пригород Парижа на торжественную церемонию презентации почтовой марки. Недовольные активисты поджидали его у входа и сразу же пустили в ход сырые яйца. С растекшимся по голове желтком министру все же удалось попасть в здание. Протесты во Франции длятся уже третий месяц из-за изменений в трудовое законодательство. Из армии на подиум. Лейтенант американских сухопотных войск стала самой красивой девушкой США. В историю конкурса корону надели военнослужащие впервые. 26-летняя Дэшона Барбар стала лучшей из 52 претенденток на титул Мисс США. Девушка достойно показала себя во всех конкурсах, в том числе купальников. Но покорила публику не только формами. Победила благодаря своему яркому выступлению о роли женщин в американской армии. Изменить ход эволюции или спасти тяжело больных. Ученые спорят о возможном выращивании человеческих органов в теле свиньи. Некоторые исследователи опасаются, что внедренные в организм животного клетки Homo sapiens могут повлиять на мозг подопытного, что приведет к непредсказуемым последствиям. Калифорнийские исследователи растят свиней с человеческой поджелудочной железой, чтобы использовать орган для пересадки людям. Распечатали на принтере и запустили в небо. На авиакосмической выставке в Германии представили первый в мире самолет, сделанный на 3D-принтере. Это копия лайнера Airbus A350. Машина весит всего 21 килограмм, ее длина 4 метра. Дешевый в изготовлении и расходует гораздо меньше топлива. Беспилотник уже успешно прошел испытания в небе. 3D-печать и раньше активно применялась в авиастроительстве, но только для создания отдельных деталей. Почувствуй себя американским президентом. На три дня стать Бараком Обамой предлагает отель в Японии. Там решили заработать на визите высокого гостя. Американский лидер останавливался здесь во время майского саммита Большой Семерки. Пожить в президентском номере, съесть такой же завтрак и воспользоваться услугами дворецкого можно за 9 тысяч долларов. Галышом на велосипеде более двух сотен британцев прокатились по центру Бристоля, в чем матерь дела. Энтузиасты неспешно крутили педали по 10-километровому маршруту весело, приветствуя прохожих. Подобные велоакции в стиле Ню проходят во многих странах мира. Таким образом, активисты призывают толерантно относиться к любым типам телосложения. Подробности Юэйта, наш сайт, информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин